Выстрелом в спину. Сегодня в столице был убит бывший директор госпредприятия Укрспирт Виктор Панков. Он скончался на месте преступления после 15 минут ожидания скорой помощи. Был ли у него шанс остаться в живых и кто мог выступить заказчиком убийства, разбирался Александр Васильченко. Начало 9 утра. В столичном районе Позняки раздается несколько выстрелов. Неизвестный стреляет в мужчину и скрывается с места преступления на красном Ауди. К раненому подбегают люди. Один из свидетелей вызывает скорую. Позже на своей странице в фейсбук он написал. Первыми на место прибыли полицейские. Помощь раненому не оказывали, действовали хаотично. Все это время мужчина, в которого стреляли, был еще жив. Через 15 минут подъехали медики. Они уже констатировали смерть. Тем временем в полиции рассказали. Убит советник руководителя Укрспирта Виктор Панков. Во время стрельбы с ним была женщина. По данным следствия Панков якобы заехал, чтобы ее забрать. При осмотре тела судмедэксперт обнаружил 4 раны. По мнению экспертов, убийство совершил непрофессионал. Киллер стрелял, не выходя из машины в спину. По предварительной версии с пистолетом марки Форд. Также на оружии не было гильзаулавливателя. На месте происшествия изъяли гильзу калибра 9 мм. Следствие прорабатывает несколько версий убийства. Не исключает, что оно заказное. Отпрацевываются версии подеи. Одна из основных версий, это то, что убивство связано с его профессиональной деятельностью. Прокомментировать убийство Панкова журналисты сегодня попросили главу МВД. Но Арсен Аваков в очередной раз предпочел отмахнуться и переложить ответственность. Вы путаете министра внутренних дел с главным следователем или с криминалистом. Давайте привыкать, что министр внутренних дел, это политическая фигура, не ведется расследование. У нас есть национальная полиция. За последний год количество резонансных убийств настолько велико, что ситуация уже напоминает 90-е. Ни одно раскрыто не было. А подчас Аваков не считает нужным отчитываться даже о ходе следствия. Вспомнить хотя бы убийство Павла Шеремета или трагедию в Княжичах. К слову, в компании Укрспирт это не первое нападение на менеджеров. Буквально два месяца назад в Киеве стреляли и избили битами замдиректора госпредприятия Игоря Ильчишина. О результатах расследования неизвестно. Что касается Виктора Панкова, то он не единожды становился главным персонажем громких скандалов. Последний связан с продажей нелегального спирта. По мнению экспертов, одним из мотивов убийства могут быть свидетельские показания, которые якобы давал Панков по делу своего бывшего шефа Александра Харта. Его обвинили в растрате средств предприятия на сумму 173 миллиона гривен. Эта отрасль генерирует прибыль в районе 10 миллиардов гривен в год, то есть в районе 500 миллионов долларов. Очень коррумпированная и очень криминализированная отрасль. Вероятно, это убийство может быть связано именно с борьбой за должность или за контроль над финансовыми потоками в этой отрасли. Скорее всего, более обострится эта борьба. В связи с убийством Панкова в Киеве объявили план перехват, но поймать киллера пока не удалось. Александр Васильченко, Диана Клочко, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер.